Всем привет! С вами снова Андрей и сегодня у нас на обзоре вот таких вот два камушка от NANIVA. Это двойные камни. Один с гридностью 220 тысяча, а у другого 1000 и 3000. Оба камня от бренда NANIVA, вот так вот выглядит коробочка, сделаны они во Вьетнаме, видимо заказывают, видимо производство там дешевле, чем в самой Японии. На обратной стороне соответственно как всегда у нас есть инструкция, как правильно затачивать, как держать, под каким углом и так далее. Камни эти водные, перед использованием обязательно их замочить в воде минут на 10 на 15 и после чего они будут готовы к использованию. Давайте, наверное, начнем с первого камня номер 220 тысяча, то есть 220 грубый, 1000 средний для заточки, 220 для правки режущей кромки. Для правки или для того, чтобы ее заново сделать. Итак, камни идут в бумажной упаковке, обернутые пластиком с кукурышечкой, чтобы они не разбились по дороге. Ну и вот так вот выглядит сам камень двух цветов. Не уверен, думаю, что зеленый цвет 220 и коричневый это номер 1000, как мне кажется. Камни довольно хорошие, цена у них очень приемлемая, одни из бюджетных камней, которые действительно пользуются спросом в мире, стоят довольно недорого. Это в зависимости, конечно, от страны, в каждых странах цены разные, зависит это от доставки, от налогов и так далее, многих разных факторов. Сами эти камни считаются очень хорошим продуктом, на него вообще производят, насколько я знаю, два вида камней. На самом-то керамические и вот такие обычные водные камни, которые пользуются довольно хорошим спросом. Так, что по плюсам? Камень двухсторонний, вы можете, да, опять же, как я сказал, сначала сделать тревшую кромку, у вас поврежден сильно нож, вы делаете сначала на 220, выводите новую кромку, а затем затачиваете уже сам нож на тысячный, то есть доводите его до финиша. Если вам не хватает номер тысячи, вы можете прикупить еще камень, который больше тысячи, там 2, 3, 4, 5, вплоть до 10-20 тысяч и после тысячного уже заканчивать более высоким номером, таким как, например, 2, 5, 6 тысяч вам выбирать. Износостойкость у них довольно хороший, камни держатся довольно долго. Если сравнивать эти камни на Ниво с камнями ксерокс, то, на мой взгляд, по моему личному опыту, ксерокс как-то быстрее изнашиваются. Эти камни держатся довольно долго, я бы их сравнил даже, наверное, с камнями кинговскими, которые держатся довольно долго, несмотря также на их невысокую цену. Вот, то есть эти камни вам хватит на долгие годы. Из минусов, что мне лично не нравится, двойные камни всегда имеют риск, что они со временем могут как-то кракнуться, треснуть и разломаться. Ну, это происходит довольно часто, люди сталкиваются с этим. Поэтому лично я люблю покупать камни, которые отдельно, то есть один номер, например, камень чистотысячный, значит он тысячный. То есть не двойной камень. Но двойной камень удобно, когда вы не хотите тратить много денег на разные камни, покупать по одному. Ну, и вам, в принципе, для дома вполне хватает одного камня, чтобы не заниматься фанатической заточкой. Могут треснуть со временем, но, опять же, будет зависеть от того, как вы будете его использовать. После использования камни тоже не рекомендуется где-то высушивать на солнце, в духовке или еще какие-то странные способы. После использования их просто нужно, опять же, помыть, протереть тряпочкой можно и после чего поставить, сушить. Я обычно ставлю вот так вот ребром, после чего вода как бы потихонечку скатывается, то же самое ставится, скатывается вниз и сливается. То есть они у меня сушатся около, может, двух дней на открытом воздухе без всяких там батарей, солнца и так далее. Вот, да, камни хорошие, средней категории, средней ценовой категории. Для дома одного камня вполне хватает. Вот, это был камень номер 220 тысяча от NANIVA. Также у меня здесь имеется еще один камушек от NANIVA, из той же самой серии, только здесь уже номер 1000-3000. Модель называется MV510-530. Аналогичный камень, только с другой гридностью, с другой озернистостью. Здесь уже номер 1000 и 3000. О чем это говорит? Что вы начинаете больше этот камень как medium и finish. Medium и для заканчивания заточки. То есть на 1000 вы затачиваете сам нож, когда у вас не было сделано сильно кромка. И на 3000 вы уже полируете, доводите его, скажем так, до логичного финиша. Вы также можете использовать после камней, вы можете использовать кожу, например, или, как я уже сказал, камни более высокой гридностью. Хочу заметить, что эти камни идут без какой-либо подставки. То есть вот камень и все, в большой упаковке ничего нет. То есть идут они без подставки. То есть желательно прикупить такую же подставочку, желательно того же бренда от NANIVA, которая подходит универсально, она подходит практически к любому камню. Вы можете установить любой камень, так как она регулируется, закручивается. Длина выдерживает, по-моему, до 210 миллиметров. До 218 миллиметров выдерживает камень длиной. Так что, да, держатель от NANIVA будет отличным дополнением. Вот так вот он выглядит. Будет отличным дополнением к вашим камням. Очень практичная вещь, очень удобная. Стоит чуть поменьше камня, около 40-50 евро. Сам камень стоит около 70 евро. Чуть поменьше. Вот. Камни хорошие, износостойкость у них довольно долгая. Так что, берите на NANIVA довольно хорошие камни. Если у вас есть немножко побольше денег, вы можете взять камни типа Шаптона. Считается одним из лучших в мире. Шаптон Глаз, например, очень крутые камни. Они очень тоненькие, в раз, наверное, в пять тоньше этого. Но, судя по отзывам, очень-очень хорошие камни. Да. Итак, с вами был Андрей. Был обзор у нас двух камней от NANIVA. Мульти-стоунс. С гридностью 220 тысяча и тысяча-три тысяча. Подписывайтесь на наш канал. Будет больше обзоров, будет больше видео о заточке, о камнях и о ножах. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok